еще по новостям короче как оказывается я вам рассказываю вот историю так как она была я спокойно еду в таксишке и ну я только недавно проснулся открываю телефон вижу мне соска обрыжка написал вот и соска обрыжка пишет если чё держу в курсе настоящий камрад ответил тебе я такой вообще в смысле я уже забыл то что я tick tock для камрада снимал и все такое привет камрад я сейчас смотрю твое видео из магазина мы же с тобой лучшие друзья отправь мне свои всякие штуки всякие скотчи там из своего магазина а я на них сделаю обзор и ссылку на тебя кину у себя на стриме камрад напиши мне в итоге захожу в комментарии в tick tock и вижу то что самый залайкованный комментарий реально от камрада и камрад говорит типа я в деле а я у камрада говорю типа отправь мне из своего магазина там типа скотч чё у тебя еще какие есть приколы давай я на стриме сделаю обзор а ты ну и ссылку на тебя кину мне типа не впадло зато мне блять мерч от камрада приедет вот чё происходит я ему пишу в личку говорю ну я захожу на его страничку и вижу от ним он уже на меня подписан прикиньте камрад блять на меня уже подписан был блять вот я его быстренько добавляю в друзья но в ответ подписываюсь пишу ему сообщение говорю типа привет камрад слушай а ты ну серьезно хочешь или ты прикалываешься мне отправить посылку в россию вот а он говорит так я уже отправил я думаю еба народ куда он отправил блять куда в смысле блять я ему ни адрес не давал ничего я говорю куда ты отправил вот он говорит так вот это вот 344 002 вот это то что в нарезках сказано где ты распаковываешь посылки от подписчиков нарезках что ты сказал вот я туда и отправил я такой нихуяся камрад смотрит мои нарезки блять прикиньте у саски обрыги он смотрит саска обрыга скриншот заходи в свои подписки кто на тебя подписан и смотри подписан на тебя камрад блять мне нужны доказательства короче прикиньте фанат фанат я ему говорю слушай камрад ну раз уж не то дело пошло но я же вот это в телеграм кидаю сразу да вот мне бородор говорит блять алё вот так я такой камрад блять давай эти майки отправлю вот и думаю с другой стороны нахуй они ему нужны он мне говорит давай ебать отправляю говорю давай диктуй он не он не диктует блять адрес адрес своего магазина короче мы ему не домой никуда не отправляем мы ему на адрес магазина отправляем странная хуйня у него адрес называется магазин камрада я вот чё-то блять я не знаю это настоящий может в украине так можно но у него в адресе в адресной строке надо написать магазин камрада блять ну там украина город такой-то и типа магазин камрада я вообще не понимаю Короче, я говорю, Камрад, какие, какие надо кофты? Какие майки? Он говорит, отправляй самые большие 6XL, блядь. Я такой, да ты фига, на приколе, блядь, куда вам 6XL? Мы такие не производим майки 6XL. Говорю, скажи нормальные, блядь, нормальный разбер скажи. А он мне не отвечает, что-то там начал писать, рассказывать что-то, вот адрес кидает. Я говорю, серьезно, скажи, какие, блядь, майки? Он сказал L-ку, и еще он мне сказал, ну, видимо, тайную информацию, я эту информацию нигде не слышал, поэтому я вам ее не могу рассказать, вот. Но, видимо, получится так, что кое-кто из их команды майку нашу носить не будет, к сожалению, или нам надо будет чуть побольше попотеть. Короче, по центре, мы теперь лучшие друзья с Камрадом, я так понял, мы реально с ним лучшие друзья. Я начал задумываться на том, что, на тем, чтобы весной. Я вот подумал, блядь, а почему бы, короче, в Украину не поехать, вот, когда потеплеет, да? Ну, вот, почему бы и нет? Вот, собственно, ну, рассматриваю данное положение, да, я посмотрю вообще, возможно ли туда поехать, невозможно. Очень хотелось бы, знаете, поехать в Украину на неделю или на 10 дней. значит, зачем? Для того, чтобы увидеться со всеми своими, ну, там, с мальчиком из интернетов увидеться, возможно, со Стасиком увидеться, я вот, правда, не знаю, жив он вообще или нет, он опять пропал, вот, ну, со Стасом, с Дедом Перденом, если вы шарите, да, в коме, вот, подумать, может быть, типа, с ним встретиться, вот, ну, короче, там фликсануть, а потом, типа, поехать еще с Камрадом чуть порофлить, с Криосаном, Суперсусом порофлить, там, ну, если они будут согласны, да, типа, если они не против, потому что я до сих пор не знаю, они в качестве прикола над этим всем рофлят или я им там реально нравлюсь и симпатизирую как-то, вот, ну, и все нормально, я вот, короче, ну, начал думать насчет этого, этой темки, и если это произойдет, то тогда, ну, сходку в Киеве, я думаю, можно будет бахнуть, я не знаю еще где сходку можно делать, вот, ну, сходку в Киеве можно будет бахнуть, если я до, как бы, доживу, дорасту до вот этого вот момента, да, то, что я соберусь, да, вот, вот, и все, да, вот с Наруто Майнкрафтером увижусь там, вот, топ будет, вот, да, это самое главное, ради чего я еду, это вот увидеться с Наруто Майнкрафтером, вот так, дальше по центре, еще что-то у меня сегодня произошло, у меня сегодня какой-то странный сон был, во-первых, мне приснилось то, что я вернулся в школу, сука, как меня бесят эти сны, когда меня доебывают учителя, а, значит, рассказываю, начальная школа, это самое больше всего, то, что меня бесило, потому что тогда я реально терпел издевательство, и я не знал, что это издевательство, вот, ну, я сейчас это во взрослом возрасте понимаю, то, что тогда это была какая-то несправедливость, значит, я вам рассказываю, что-то я сижу такой, и до меня доебывается училкой из начальных классов, вот, что-то доебалось до меня, а я такой внезапно встаю, я не помню, что она мне сказала, типа, как ты можешь не учить, там, и все такое, а я встаю, и я из маленького школьника вырастаю в себя гигантского, вот так вот на нее уже смотрю, и говорю, пошла ты нахуй, блядь, при всем классе, и мне аплодирует, блядь, весь класс, вот, она просто охуела, эта училка ебаная, я ее осадил, блядь, показал ей, блядь, свое, ну, это не свое место, ее место, блядь, ей в этом классе показал, вот, ну и все, и потом у меня все прекрасно в школе началось, меня каждый раз, вот, один и тот же сон, ну, точнее, один и тот же сценарий, и разные сны, каждый раз я в школе, каждый раз на пороге экзамены, это, я, вот, я предполагаю, то, что это у меня отложилось, самые хуевые года, самый большой страх, это страх экзаменов, вот, блядь, в жизни, у меня уже взрослая жизнь идет, у меня уже гораздо больше проблемы, у нас там, вот, СП не работает больше полугода, у нас там, ну, получается, я директор фирмы, по сути, да, мои работники получают пониженную зарплату, некоторые работники не получают зарплату, у меня стресс, просмотры падают, это гораздо страшнее во взрослой жизни, да, вот, но все равно страх перед экзаменами, он гораздо больше, и во сне, вот это каждый раз, мне говорят, блядь, во сне мне толдычат, ты не поступишь никуда, ты будешь долбоебом, бомжом, уборщиком, а я сижу и думаю, так я, блядь, закончил универ, что за хуйня, какого хуя я опять в школе, ебаной, блядь, какого хуя, вот, а сам, а в голове, да, 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 надо сдать, а то я никуда не поступлю, я сам с собой борюсь, но это пиздец, и вот эти у меня сны повторяются, ну, раз в два месяца где-то, одно и то же, блядь, мне снится постоянно, ну, сюжет, вот главный сюжет, одно и то же, постоянно, блядь, то, что какие-то экзамены, что-то доебывают учителя какие-то, есть какие-то нормальные учителя, какие-то ненормальные учителя, которые постоянно мозги делают, есть учителя, самый мой любимый вид учителей, это учителя, которым на тебя похуй, вот, слава богу, что такие существуют, которые, есть учителя, которые говорят, Да ты тупорылый, ты ничего не добьешься, а есть другие, которые тебя доебывают, давай, ходи на дополнительные, давай, 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 сейчас мы тебя подтянем, да и отстаньте, блядь, дайте спокойно, сука, вот, и вот это вот постоянно у меня одно и то же, я, я вижу эти ёбла одноклассников, у меня-то я с одноклассниками не общаюсь, кроме двух, вот, ёбла этих одноклассников вижу, думаю, блядь, какие они тупорылые, вот, вот, до 11 класса я, я был единственный, видимо, гений, ну, с моей точки зрения, я был единственный гений среди своих одноклассников, вот, это у них там, сука, и я вот в сон погружаюсь, и у меня во сне вас создается тип одноклассников, ну, может быть, они сейчас выросли, может быть, они стали умнее, но они во сне у меня тупорылейшие, блядь, как в жизни, и, сука, вот как же, ну, эти сны у меня, наверное, еще появляются из-за того, что я думаю, блядь, какие иногда тупорылые были, моменты с учителями, я не понимал, и с тупорылыми одноклассниками я этого не понимал, почему я рассказываю, что у меня были, ну, это какое-то насилие было в школе, или что-то вроде того, училка в начальных классах была слишком предвзятая, у нее был какой-то индивидуальный подход, я считаю, ну, возможно, это с какой-то стороны правильно, но это нихуя неправильно, она меня доебывала, а она вот прям доебывалась до меня, вот, и она меня ставила в неловкие положения перед всем классом, я только, когда я пообщался, помните, интервью с учителем было, посмотрите, у нас нарезки есть, у нас было на стриме интервью с учителем, с нормальным учителем, и когда мне нормальный учитель объяснил то, что учитель в классе не должен доеба ученика, если ученик испытывает стресс, из-за того, что у него боязнь сцены, у каждого может быть боязнь сцены, да, и школьник, ну, может быть, затупит и не захочет рассказывать стихотворение перед всем классом, учитель должен выделить время на перемене и выслушать стихотворение конкретно от школьника, он не должен ставить двойку школьнику из-за того, что он волнуется, запинается, он может хорошо знать стих, но волноваться и запинаться, потому что он перед всем классом выступает, учитель должен выделить время и выслушать это стихотворение, А моя училка меня насиловала морально, блядь. Я только это понял, когда выпустился со школы, насколько я, блядь... Не, ну ладно, я на самом деле понял, это класс я в девятом. И однажды, прикиньте, я... Ну, я ее возненавидел, эту училку, и думаю, она да на мной издевалась. Я перестал с ней, ну, как бы специально здороваться. И я однажды с ней не поздоровался, она такая... Баранов, я что, за все годы не заслужила, чтобы ты со мной хотя бы поздоровался? И я в голове думаю, да, блядь, ты издевалась надо мной, сука. Смотрите, смотрите, смотрите. Ника Глэк. Вот, есть Ника Глай, а у меня моя девушка Ника Глэк. Красотка? Напишите, что красотка. Напишите, напишите. Мы тебя уже ждем, Бек. Красивая. Хвалите, хвалите ее. Хвалите, быстро. Хвалите, хвалите. Хвалите, Сонечку. Хвалите. Пук, читай, как тебя хвалят. Да, 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 да. Читай, читай. Все, целуй давай. Все. Мне вчера Соня делала массаж писи. Ты зачем это рассказал? Поп, ты зачем это рассказал? Я хочу, да, вот это вот хорошее сообщение, я его чуть-чуть прочитал и сам себе придумал. Девушкам майнкрафтеров респект. Да, респект всем девушкам майнкрафтеров, потому что терпеть таких долбоебов могут только героини, великие героини. И поэтому каждая девушка майнкрафтера это героиня. Это ты вот это вот имел в виду, или это я сам додумал? Как же я надеюсь, что если проходка в Украине будет до выходные, я из другой части Украины буду ехать. А, сходка проходка. Просто посреди учебы вряд ли много у кого получится. Это по-любому будет суббота, я сходки по другим дням не собираюсь. Субтитры сделал DimaTorzok